Прямо эти размышления к действиям. Я знаю такую фишку. Давно это было все. Сначала расскажу историю своего опыта. В 2002 году мы создали семинар русской модели в киноосвобождении. На тот момент это был, будем честны, лучший семинар по освобождению женщин в СНГ. Вел в него я, вел как мог. И после того, как он уже прошел, как его прошли иуде, после того, как он стартовал, начался самый трэш, потому что мне начали писать люди, Фил, ты, козелка, в смысле? Ты сделал семинар, а я хотел его сделать, ты украл у меня идею. Во-первых, пока ты думал, я сделал, откуда я должен был знать, если ты что-то хочешь сделать. То есть, смотрите, я знаю людей, которые хотят сделать идеал. Но чтобы сделать идеал, надо учесть все нюансы, изучить тему глубоко, копнуть вот-вот вообще глубоко. Я сторонник другого плана. Я сторонник того, что мы делаем сейчас. Как получается? А потом улучшаем. То есть, есть цикл развития. План, действие, обратная связь, улучшение. То есть, мы сделали семинар. Он был на текущем уровне тренинга РМС. Он был полной фигней. Ну, там, 14 лет назад он был шедевр. Лучше мы сделать не могли. Мы сделали тренинг. Мы посмотрели обратную связь. Мы изучили техники. Мы поговорили с парнями. Мы внесли изменения. Сделали вторую версию РМС. Посмотрели, как получается. Переписали. Разбили там на другие куски. Какие-то упражнения убрали. Какие-то добавили. Какие-то темы забыли. Какие-то дополнили. План ДУЧАК. Совершенно точно, Анатолий. То есть, мы это темно давно говорили. Она все классика. Классика бизнес-процессов. Фрэмбей. Мать его. Тогда я, правда, не знаю, что это на МБИ изучают. Сделай. Получи обратную связь, улучши. Сделай. Получи обратную связь, улучши. Сделай. Получи обратную связь, улучши. Один из лучших полководцев во время Второй мировой войны, Дуглас Макактл, говорил, что хороший план сегодня, лучше, чем идеальный план через месяц. Я полностью сторонник. То есть, понимаете, я считаю, что нельзя изучить все возможности, нельзя учесть все вероятности. Это только в фильмах все красиво получается. Честно, вот сколько бизнесов я не вел, вот столько раз я сталкивался с фигней, которую нельзя было учесть. Тут гораздо важнее навык адаптировать свой мозг и меняться. То есть, по-моему, это невидимая херня. Такое бывает. Ты сидишь и думаешь, что херня происходит. Бач, в два раза упал. Ты никак не мог это предусмотреть. Вот никак. То есть, ну как можно было учитывать, что вот я делаю бизнес, а потом у тебя семью строимость продукции разрастет вдвое. У тебя продажа. Бфф. Никак. Ну что мы можем с ним? Сидишь, чешешь мозг. Там раздвигаешь, там булки в голове, там копаешься, думаешь, что делать? Думаешь, о, надо у китайцев заказать свой там монобренд, то же самое, в три раза дешевле, как астон, то и получится. То есть, помните классика, да? После того, как вы научаетесь плавать, в бассейн наливают воду. То есть, весь процесс обучения происходит из чего? То есть, тренер говорит тебе, что ты делаешь. Потом ты делаешь, потом тренер дает тебе обратную связь, потом ты улучшаешься, тренер смотрит, как ты улучшаешься, дает тебе обратную связь. Ты делаешь, смотришь на результат, улучшаешься, тренер тебе дает обратную связь. Все. Это вечный процесс обучения. Если ты прерываешь этот цикл, если ты прерываешь этот цикл, ты прекращаешь развиваться. То есть, обратная связь от своих действий, это и есть результат развития. То есть то, что обычные люди, опять же, не делают. Я знаю кучу прожекторов. Мне спрашивают, Фил, почему ты не любишь стартаперов? Ребят, я нормально к стартаперам отношусь. Я не люблю людей, которые много пиздец и никого не делают. Ходят, собирают информацию, делают совещания, пафос, щеки, ну, макбук кредитный, безусловно. На чем зарабатывать, непонятно. Вот вы будете смеяться. Вот ситуация в прошлой неделе, ну, там, месяц, да. Если вы знаете, я уже, наверное, три раза за крайние три месяца написал объявление, что я ищу себе маркетолога-директолога. Писали отдельные люди, писали компании. Писали люди, которые говорят, у нас месячный бюджет 700 тысяч рублей. Ну, говорю, ладно, там, вот делать надо то-то-то-то-то. Они высылают тебе план и пропадают. Они даже не позвонили. Получили ты маркетинговый план, там, коммерческое предложение. Есть такое ощущение, что сейчас у этих маркетологов куча клиентов, которые платят, там, 800 штук в месяц, просто вот как говна. Но они за нами не бегают, я за ними точно бегать не буду. То есть, как бы, ну, ребят, не заинтересованы сотрудничать. Ну, все понятно, я с ними работа больше не буду. Если маркетолог сам с тобой не выходит на связь, значит, я буду по телефону его задачей, типа, чувак, как дела, где результаты. На хер мне оно надо? То есть, смотрите. Сделай хоть какой-нибудь план. Поставь себе дедлайн, там, скажем, у тебя есть неделя на разработку. Посоветуйся с толковыми людьми, которые в теме. Спроси, вот я так сделал, там, нормально, нормально. Верни как. Расскажу по шагам. Ты хочешь, что-то сделать. Прописываешь план действия. Пум-пум-пум-пум, так знаешь. Смотришь по сторонам. Есть ли у меня знакомые, которые вот лучше меня знают, как это делать. Приходишь, слушай, дружище, у меня есть вот такой-то, такой-то план. И посмотри на него со стороны. Ну, так вот, чисто подружки. Там, с меня обед, там, с меня стейк, там, с меня все такое. То есть, у нас с тренерами, коллегами абсолютно нормальная ситуация. Сказал, кто-нибудь пишет тренинг, Филыч, вот глянь свежим взглядом на программу тренинга. Я тебе должен буду. Я говорю, да, вот смотри, слушай, мне вот это вот не нравится. Вот это вот, какие-то вопросы. Что-то смущает. Так, в целом, блеск. Соответственно, когда я пишу тренинг, я посылаю его коллегам. Коллеги смотрят, ну, здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, по критерам непонятно. Мы друг другу такими коучами со стороны работаем. Если вопросов нет, то лишь хорошо. Пока я больше ни от кого не могу получить другой обратной связи, я пока не могу ничем улучшить, работаем. Поймите, нашел одного, двух, трех экспертов в этой области. Спросил. Внес изменения. Все, пора работать. Больше у тебя вариантов нет. То есть поставьте себе, там, не знаю, там, месяц на поработку глобального плана, там, две недели на поработку плана. Две недели думаешь, как делать, потом делаешь. Потому что думать год, думать два, за это время собачка успеет слегка подрасти. Либо задача поменяется, либо ситуация. Помните, нет проблемы в том, что вы двигаетесь медленно. То есть у меня так все хорошо в жизни, только потому, что я раньше у вас начал. Если вы будете делать, как и я, каждый день понемножечку что-нибудь свое, вы также через 15 лет будете вызывать ненависть у окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok